Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные осенние пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Во вчерашней программе мы рассказывали про участок в Мотовилихинском районе. Улица Розалии-Землячки. Часть дороги отремонтирована, а часть нет. Мы написали запрос в городскую администрацию. Надо сказать, получили оперативный ответ. В управление внешнего благоустройства нам сказали, что часть дороги по улице Розалии-Землячки входит в проект капитального ремонта на улице Уральской. Ну что ж, ремонт на Уральской должен завершиться 15 октября. Так что, друзья, ждем. Также мы отправляли запрос на состояние плит между трамвайными путями на перекрестке улиц Уральская и Цилковского. Вы прекрасно видите, что находятся они в ненормативном состоянии. И мы получили, тоже надо сказать, оперативный ответ. За это напрямую отвечает благоустройство Мотовилихинского района. И из городской администрации им направлена информация. Поступают жалобы от автомобилистов на улице Лебедева. Если двигаться со стороны улицы Братьев Вагановых в сторону улицы Крупской, можно угодить вот в такую яму. Колодец, как мы видим, просел. И вот-вот его засыпет листвой. Очень легко здесь можно повредить колесо. Мы также отправили запрос в управление внешнего благоустройства. Ждем ответ по данному участку. Несколько недель назад перед площадью Дружбы по улице Крупской, перед пешеходным переходом установили дополнительные дорожные знаки. Все это привело к тому, что начали поступать жалобы от автомобилистов. Потому что происходит сужение проезжей части. В результате якобы получается аварийная ситуация. Друзья, я лично разговаривал с исполняющим обязанности начальника ГИБДД по Пермскому краю Вячеславом Кадочниковым. Так он сказал, я обязательно посмотрю на этот участок. Ну, видимо, посмотрел. Потому что, как мы видим, ничего не изменилось. И все его здесь устроило. Более того, появилась дополнительная разметка. Но самое главное, конечно же, что все это сделано ради безопасности пешеходов. Я, пожалуй, с этим даже соглашусь. Потому что тут трамвайные пути. Тут летят автомобили. А так можно спрятаться. Появился островок безопасности. Пусть будет так. Мы, автомобилисты, привыкнем. Хотя я понимаю, что появились некоторые неудобства. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем теплого осеннего настроения. Ну и, конечно же, удачи на дорогах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok